мы разгружаем краденое вчера ночью у нас украли со склада полную газель нашего добра всякие насосы вон там и теперь спустя почти сутки мы вернули краденое обокрал нас миша начальник поселка иерусалим наш который жил здесь почти полгода командовал всей стройкой но решил что хватит пора уже работать не за зарплату а о душе подумать и вот он значит набрал полную газель всего что душа его пожелала вот генераторы инструменты даже какие-то грошовые железки ему зачем-то понадобились и в пол пятого ночи он вчера рванул ну пришлось подключать всевозможных специалистов по безопасности и его нашли на родине за 400 километров отсюда объяснили что надо вернуть все и миша вот нанял эвакуатор погрузил туда газель вместе со всем добром о господи здесь даже витком краски и так миша нанял эвакуатор который за 400 километров бедолага возвращал нам этот товар обратно поняли да рабочие работайте и стройте нам дома и не пытайтесь чего-то воровать вернем на хрен и достанем вас из-под земли так а вот этих вот электрических котлов у нас было пять осталось только три то есть два котла по 37 тысяч миша заиграл мишаня верни еще два котла или ты все-таки в тюрьму хочешь сесть миша давай еще сутки мы тебе даем еще одну газель загружай и возвращай все сейчас у нас тут ревизия на складе а вот еще один котел нашелся таким образом миша заиграл всего 137 тысяч видно решил себе на дачу мишаня один котел один год тюрьмы давай родной напрягайся и присылай нам один котел можешь даже эвакуаторы газель больше не нанимать так на легковушечки довезешь так новый генератор мишаня вернул мишаня еще один мой собственный черный вот здесь стоял при входе генератор с мотором honda а я сам покупал и привез его из дома сюда на нужды стройки давай-ка братан возвращай потому что загенератор это еще один год тюрьмы ну а теперь я покажу вам ролик который я снял на этой неделе спокойно днем на этой за красивые стройки по солнышку вот смотрите что у нас бывает когда днем все хорошо у хозяина вот этого дома вложено в акции 50 тысяч долларов он мне так извиняясь признался Глеб я знаю ты не любишь фондовый рынок ну что продавать что я говорю да бога ради сиди в акциях дальше если все жахнет потом не говори что тебя не предупреждали не веришь мне поверь биржевику есть такой youtube канал деньги не спят и вот там василий недельку назад выпустил ролик с доказательством того что в этом году фондовый рынок американский обязательно жахнет и правительство и федеральная резервная система сша не будет спасать фондовый рынок потому что чем-то надо будет пожертвовать а иначе придется жертвовать долговым рынком представляете америка должна 25 триллионов не может америка себе позволить жертвовать этим рынком понятно деньги не спят канал называется ну а вот этот дом хозяин этого дома выпросил у нас возможность обшить его по-другому мы это все делаем обычный каркас классический с утеплителем вот этим вот мягким а он видите обшивает снаружи все это osb а потом изнутри будет напылять какой-то то ли полиуретан то ли что-то дорого геморройно но мы посмотрим я ему только сказал ты потом мне цифру озвучь сколько тебе все это удовольствие влетит ладно ладно пусть экспериментирует главное что его дома снаружи будут выглядеть только точно так же как все остальные наши в иерусалим наш то есть металл лиственница все стильненько не выбивается из общего стиля я понимаю друзья что у большинства из вас нет никаких долларов вы хотите простройку они про доллары не пропадение фондов рынка с сша окей сейчас я вам покажу свой ролик на тик токи про один дом который собрал три миллиона просмотров вот я в тик ток вышел два месяца назад потому что но вы видите я стою на жестком стопе и на ютюбе и в инстаграме не подписчики не просмотры кто-то из вас не написал что есть такое явление теневой бан что это где я пока не успел ни вникнуть не но кстати я вас прошу пожалуйста если вы подписаны на мой канал отпишитесь и тут же подпишитесь заново а если у вас вдруг не приходит уведомление ну тогда надо вот там где колокольчик искать что все мои сообщения должны приходить они только по предпочтению не знаю не знаю найдете ли вы я понимаю что вас напрягает и так ролик который собрал три миллиона в тик токи а это доказательство того что мои ролики на самом деле интересной стране этот дом я продал летом 2015 года за 21 миллион рублей хотя это всего-навсего обычный брус даже не клееный профилированный брус и дом то небольшой 185 квадратных метров и участочек то небольшой 8 с половиной соток и до москвы то 30 километров ну пусть на запад но все равно не ближний свет почему же такие деньги а потому что шикарное место вы посмотрите дом стоит прямо на реке и вот это вот река течет и ты видишь ее вот из этого окна шикарного видите какая гостиная вот это стекло в гостиной размером три на три метра я помню заморочился мне это вот стекло вот это три на три метра везли откуда-то по моему из литвы за какие-то безумные деньги ну а теперь друзья все-таки фондовый рынок вот посмотрите позавчера центральный банк россии предупредил дорогих россиян что поосторожнее с иностранными акциями вы дорогие россияне накупили иностранных акций на 570 миллиардов рублей и большой риск волатильности и говорит официальный наш центральный банк перегрет иностранный фондовый рынок а перегрет то есть упадет да так вот а я видео которое вы сейчас увидите со стройки снял за два дня до заявления цб внимание другой мой сосед по даче вчера вечером сидим и за рюмкой чая он мне говорит а у меня в акциях 100 тысяч долларов я говорю да ладно ты же банковский аналитик ты-то понимаешь что пипец фондовому рынку сша он говорит ну пипец не пипец думаю что еще годик продержится фантастика и сколько он заработал я спрашиваю он говорит в прошлом году у меня было 50 тысяч долларов за год удвоилась эта сумма я говорю ладно в акциях тесла что ли сидел он будет нет ты знаешь я все время перекладываюсь из одних акций в другие то есть прям играет на фондовом рынке по взрослому представляете русские люди да это же 100 тысяч долларов это сколько 3 700 3 миллиона 700 тысяч превратились в семь с половиной миллионов а завидуете лично я не завидую потому что вы понимаете биржевик спекулянт это же но отдельный талант надо иметь а кроме того ребят колоссальный риск вот я вам всем сейчас советую посмотреть ролик на канале деньги не спят там такой василий сам уже 15 лет спекулирует на фондовом рынке и вот он сделал ролик неделю назад о том что в этом году обязательно будет обвал на фондовом рынке сша просто неизбежно потому что вот американцы печатают деньги печатают а если будут печатать дальше то они ставят под угрозу свой рынок долга понимаете вот те огромные 25 триллионов долларов по моему америка должна всему остальному миру да вот пока низенькая ставка по обслуживанию этого долга процента то американцы немного тратится а если они будут продолжать печатать деньги и начнется инфляция там весной например то вырастает стоимость обслуживания этого долга и ну что правительство соединенных штатов дефолт что ли объявлять нет нельзя значит что придется не печатать деньги остановить печатный станок то есть пожертвовать фондовым рынком но вот такая логика василия да посмотрите сами вам решать мое дело предупредить короткие облигации тоже продавать длинные соответственно чуть меньше короткие чуть сильнее какой-то момент там да и доходность ускоряется на коротком конце ускоряется растет быстрее там да у вас начинает рушиться пирамиды только мусорного дерьма в долговых инструментах только сша 4 мать его триллиона в мире наверное триллионов по 10 мусорного дерьма ну на мой на моей на мой взгляд на моей оценке и вопрос еще раз кто будет это все выкупать скажете как центральные банки да нет в том то и дело что когда инфляция начнет просить центральные банки будут вынуждены что наоборот сворачивать тот вариант 2 пожертвовать что платежеспособностью населения на будьте еще большего пузыря разгона гиперинфляции нет они никогда не пойдут проще пожертвовать фондовым рынком василий сделал очень эмоциональный ролик вот он прям с истерикой все это рассказывал что конец американскому фондовому рынку я смотрел и думал блин они убедительны василий вот с этой вот своей активной эмоцией пожалуй не убеждает лучше быть таким занудой бубнить если ты про деньги про фондовый рынок бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу скучно занудно но если он действительно хочет подействовать на людей которые думают спекулировать не спекулировать на этом рынке ох тогда лучше наверно быть занудой знаете как вот андрей мовчан о мухи дохнут смотреть невозможно но андрей мовчан не колется не признается что минимальная инфляция в этом году это угроза всей с мировой системе финансовой нет нет будет инфляция потому что деньги печатают не скоро не скоро через много лет ох думаю скоро